Общественные слушания и собрания граждан для обсуждения вопросов, имеющих особую общественную значимость. Но если мне кто-нибудь объяснит, в чем разница, я буду очень благодарна. Разницы, по сути, никакой. Следующий, нажмите, пожалуйста. Но порядок организации проведения общественного обсуждения может быть установлен в соответствии с законодательством. Поэтому если вы хотите, чтобы общественные обсуждения приносили какую-то пользу и имели результат, то есть смысл, наверное, прописать более подробно, каким образом проводится общественное обсуждение, каков должен быть итог, и самое главное, как формально они организуются. Потому что в свое время, год-три назад, Министерство экономического развития это стало методической рекомендацией для регионов, и уверена, что у вас или у коллег в правительстве они есть. Потому что такое общественное слушание, что такое общественная экспертиза, что такое публичное слушание. И особое внимание уделялось именно формальной стороне дела, потому что, проводя такой неофициальный мониторинг, коллеги определили, что, да, публичное слушание, по сути, везде есть как некий закрепленный нормативно механизм взаимодействия власти и общества. А по факту происходит так, что слушания объединяются за два часа до того момента, как они должны быть организованы, что они организуются в комнате для пяти человек, что они проводят исключительно в рабочее время, когда никто не может на них попасть. Ну, в общем, они проведены, и результаты заранее действуют. Поэтому, если иметь в виду, что это одна из форм взаимодействия, которые служат общественному контролю, то, наверное, хорошо прописать формально, как общественное обсуждение и общественное слушание, что, в общем, повторюсь, одно и то же, они проводят. У меня тоже есть текст тех рекомендаций, которые мы написали для Министерства экономического развития. Как проводить публичное слушание с точки зрения юридической, и я готова поделиться, безусловно, если это будет вам нужным, важным делом. Еще один печальный для меня слайд – это род гражданского общества. Конечно, хотелось бы, чтобы некоммерческие организации более активно имели возможность принимать участие в общественном контроле. Но я оставляю за скобку на то, что общественные объединения, которые всегда выносятся на первое место, они, скорее всего, скоро перестанут существовать как некий класс некоммерческих организаций, потому что, вы знаете, внесены поправки в гражданский кодекс, и такого понятия, как общественное объединение, гражданский кодекс теперь вообще не содержит. Если у нас останется время, и организаторы разрешат, то я немножко расскажу о многих поправках в гражданский кодекс. И, вероятно, будет очень серьезно меняться законодательство о некоммерческих организациях, и, исходя из текста новых статей гражданского кодекса, понятно, что закон о общественных объединениях или прекратится в существовании, или будет очень сильно изменен, и будет, скорее всего, называться в общественных организациях. Так вот, некоммерческие организации, в том числе общественные объединения, которые в форме еще существуют, могут являться организаторами двух форм общественного контроля. Общественного нониторинга, ну, это прекрасно. То есть они могут наблюдать. И общественное обсуждение. Учитывая, что две главные формы контроля, о которых мы говорили, которые, безусловно, могли бы быть более четко прописаны, более эффективными результатами, это проверка и экспертиза, они абсолютно исключены из сферы действия, деятельности организации гражданского общества. Могу сказать, что роль гражданского общества, нажмите, пожалуйста, она относится примерно к той же роли, какова роль граждан. То есть практически никакой. Что касается результата. Результат общественного контроля, рассмотрение высшестоящим органам итогового документа, который подготовлен по результатам общественного контроля. Это замечательно. В течение 30 дней получаем ответ. В случаях, не терпящих отлагательств, не замедлительно, только нигде не написано, какие такие случаи у нас не терпится отлагательство. То же самое мы могли прекрасно получить и по действующему законодательству, если бы просто как граждане написали обращение в тот или иной орган местного самоуправления, или государственной власти, или даже в Почту России. Потому что вот тот пример судебного решения, о котором я вам говорила, он касается именно рассмотрения и обращения гражданина в Почту России, которая говорила, что она вообще ни в коей мере не уровня государственной власти. Вот решение суда, она теперь орган, осуществляющий публичный законодатель. Следующий, пожалуйста. Ну, здесь результат общественного контроля. И гражданское общество может по этим результатам предпринять очень интересные три действия. Но, должно сказать, что все эти три действия, оно могло предпринять и до закона об общественном контроле. Направлять рекомендации, это замечательно. Выдвигать общественную инициативу в соответствии с законодательством на портале Российской общественной инициативы, которая, как вы прекрасно понимаете, помните, должна набрать 100 тысяч голосов и дальше, как правило, остается без движения. И отпариваются нормативные акты действия и бездействия органов власти и других объектов общественного контроля. Поэтому, с точки зрения прав гражданского общества, их возможностей, закон об одном об общественном контроле, которые, к сожалению, ничего нового нам не предложили. Следующий вопрос. Ну, это я пытаюсь. Следующий, следующий. Ну, так сказать, что действия, они, в общем, по результатам контроля были бы такие, как и без результата контроля. Следующий вопрос. Ответки у меня. В перечне тех законов, которые предполагают измениться в соответствии с законом об общественном контроле, у нас есть кодекс административных правонарушений. Поэтому, вероятно, вот эта статья «Осерепятствия на законные деятельности субъектов общественного контроля», она, наверное, слово в слово перейдет в кодекс административных правонарушений. Пока ее нет. Поэтому пока никакой ответственности, по сути, возложить ни на кого невозможно. Следующий, пожалуйста. Ну вот. И итог общественного контроля. Я считаю, единственный, который, ради которого, может быть, стоило принимать этот закон и вообще так долго над ним работать, это обувеличивание результатов общественного контроля. В соответствии с законом, все итоговые документы, которые принимаются по итогам любой из форм контроля, они подлежат опубликованию средств массовой информации в сети интернет. И это, наверное, основное, ради чего стоило ломать кофе. Потому что, если мы когда-нибудь возродим такое понятие, как репутация, отрицательный результат общественного контроля будет довольно серьезным ударом по тем объектам общественного контроля, которые себе это подводят. Если мы понятие репутации не возродим, то, в общем, это тоже результат так себе. Ну и необходимость реагирования на итоговые документы и на результаты контроля. Это тоже, безусловно, не толк. Но, к сожалению, исходя из текста закона, содержательного реагирования может не быть. Реагирование предусматривается, реагирование может быть формальным, но, к сожалению, это никаким образом не улучшает ту ситуацию, в которой мы живем сейчас. Вот основное по закону об основах общественного контроля, что я хотела вам сказать. Это мое абсолютно такое личное мнение, как человек, который начинал работать над этим законом в августе, уже не помню какого года, 50-го, который принимал участие и в общественной палате в обсуждении этого законопроекта, который был в моменте превращения 80-х страниц в 8-8, и, к сожалению, я не знаю, что скажут другие мои коллеги, которые тоже пытались работать над этим законом, мы надеялись, что закон будет гораздо лучше и гораздо более эффективен. Получилось, увы, к сожалению, не так. Но есть надежда, что когда все эти 25 формативных актов, которые должны будут быть приведены и к общему знаменателю вместе с законом об основах общественного контроля все-таки будут исправлены, то, может быть, этот закон заработает и, даст Бог, он принесет пользу и обществу, и органам власти, о которой мы не то чтобы мечтали, но о которой надеялись. По общественному контролю у меня все. Готовы ответственно любые ваши вопросы. Вы знаете, что сегодня есть масса контролирующих рудов на постпорт, как на двор, постпорт, как на двор и так далее. Но у них сегодня есть научники на руках в связи с тем, что они имеют право только раз в три года прийти проверку, что если поступить жалоб, а на то, наверное, не взят. Можно ли эти организации общественным податным предметам привлекательных экспертов, потому что, ну, что-то общественного податного региона. Это 30 человек, это общественные. Которые взяты в камереге, в соцсетях комиссии и так далее. Пригодные общественные податные, они представлены в 100 органов, в субъектах, в этом вопросах. Поэтому здесь возникает вопрос. Какими жилами сегодня, возможно ли нет профессионалов в качестве экс- привлекательных в реализации вот этих полномочий, которые дает закон общественного податного? Есть одно очень, наверное, приятное для общественников, и мало приятное для тех, кого мы хотим привлечь, слово. Там привлекаются все эксперты и все инспекторы в учительной безвозмездной основе. Поэтому, да, имеем возможность привлечь общественных экспертов, а общественные эксперты, законы, это специалисты в той или иной сфере. Да, именно. Но заплатить ничего не нужно. Но они получают зарплату, они сказали, что она спастила, потому что вот комплектный тень, я сейчас не говно рассматривать вопрос об организации питания детей школьного года, школьников. Когда школьное питание отдали коммерческому организации. Говорим, проверяйте коммерсантам. Говорим, не имеем право, потому что, извините, раз в три года, и то есть поступит жалоба. Хорошо, а если мы берем этот вопрос на контроль общественной палаты, мы говорим, мы проверяем сегодня состояние организации питания детей в образовательном учреждении. И мы просим Роспотребнадзор областных провести проверку и дать нам заключение, что делать. Нет, вы не можете просить Роспотребнадзор, вы можете оттуда пригласить специалиста, который сделает вам соответствующую экспертизу или выступит инспектором. А пригласить Роспотребнадзор по этому закону вы не можете. Вы можете договорить. А если они еще не будут, тогда они не должны делать. А там написано гражданин или специалист. Там нет ограничений. Пока нет. И в этом списке закона Роспотребнадзор тоже пока нет. Но по идее, конечно, должен быть. Конечно, здесь будет конфликт интересов, я считаю. Но у нас же там возможность получения денег. А где получение денег? Или денег никому не платят, или субъектам денег тоже не будет платить. Поэтому с точки зрения закона, пожалуйста, действующего сейчас. Как будет на практике? Не знаю. Если будет конфликт интересов расширен, возможно, нет. Если будет внизное изменение, что не бесплатно, а за деньги, конечно, нет. Пока все можно. Но это надо будет доказать, что он еще участвует в нерабочей время. Потому что в рабочее время он получает денег. Да. Это не нужно. Если он в нерабочей время в выходные день в субботу, в распределение, или после восемь. Участвует в этой экспертизе. А сколько раз в году можно провести в программу? А тут нет ограничений. Ну сколько сил хватит? Ну безвозуменно, это тоже. Да, там 23 года. Но он на субъекте общественный контроль пока еще слабого не распространяется. Но там о юридических лицах. Да, но есть. Да, там разрешение в другой раз. Еще здесь закон, который принят тоже в этот день, 21 июля 14 года. Там закон, внесены изменения в законном образовании, здравоохранении и социальной защите. И там, когда смотрят, есть общественные советы, и что они наделены полномочия непорядок искусствам. Но там сказано, что они могут провести в проекте только раз в три года. Здесь никаких ограничений нет. Но там же тоже есть общественный проекте по этим законам. Тоже общественный проверок, тоже общественный совет. Почему-то раз в три года. Тут как-то получается конфликт закон о нашем и закон о том. Как субъекте общественного контроля, закон об основном общественном контроле, у вас их изучения не будет. Проводите хоть каждый день. А вы к ним в законе есть? Ну, соответственно, вам нужно будет определить, кто же является субъектом проверки в данном случае. Ну, общественный совет. Они говорят, это общественный проверок. А тут конфликт законов. Ну, это, к сожалению, такая стандартная ситуация для нашего законодательства. У вас никогда, никто не думает, когда пишет закон, никто не думает о том, что что-то уже написано в другом законе. Еще один вопрос. Так вот, не имеются ответы, например, суды, которые в ходе объединения общественного контроля? Ну, если мы считаем, что они являются органами власти, то да. Они являются органами государственной власти. Ну, органы по времени в органах. Я не знаю, по-теореческому направлению и получаются. Прокуратура, она вроде заименилась, а суд, судебная власть. Тогда, получается, может быть? Ну, с точки зрения... Ну, прямо в кисоте скажут, суды, прокуратура, УВД, места решения свободы тоже являются... Продолжение следует... Продолжение следует...